Всем привет! Продолжается акция на моем канале по отправке улиточек бесплатно. Вот сегодня вот эти вот улитки, которых восемь, поедут к своим новым хозяевам. Сегодня у меня четыре отправки и начнем упаковочку. Так, я возьму список. Первые две улиточки, которые покрупнее, альбины шестимесячные, они у нас едут в республику Татарстан к Эдику. Эдик заказал двух альбин. Сейчас мы будем ему упаковывать. Для больших улиток я выбрала большие контейнеры, потому что маленькие они просто не вместятся. Поэтому сегодня уже вот в таких больших контейнерах будет отправка. Вентиляцию я сделала. Конечно, у меня много времени ушло на то, чтобы все подготовить, сделать вентиляцию в контейнерах, замочить мох, навести, точнее собрать, сделать зернокальцевую смесь. Вот она. В общем, много времени ушло. Сейчас уже без 25, а я только начала упаковку и съемку, то есть снимать, как я буду упаковывать. Я думаю, буду упаковывать лучше вот в таком лежачем виде, потому что так им будет комфортнее и запаковать в коробку мне тоже будет удобнее. Так, начинаю с мха, как всегда. На дно уложу мох. Немножко неудобно упаковывать в такой форму контейнера, но другого у меня просто нет. Так, теперь морковь. Улиточки тоже пока кушают морковь, пока я упаковываю. Вот видите. Каждый занят своим делом. Такой хруст стоит, если прислушаться. Так, сегодня у нас 4 отправки, 8 улиточек уезжают. Вообще, в принципе, я довольна тем, что сделала эту акцию, потому что результаты есть, реакция есть. Вчера у меня забрали 5 улиточек по городу. Сегодня вот 8 поедут, поедут почтой. Вот. Это хороший результат за два дня. Я очень в этом довольна, потому что осенью уже не за горами. У нас сегодня уже 18 градусов днем, то есть достаточно прохладно. Уже детки гуляют в кофточках. В футболке уже так не погуляешь, уже прохладненько. Поэтому надо как можно быстрее мне подправлять всех улиточек. Вот я засыпала кальций. Наверное, еще добавлю ложку. Конечно, очень неудобно сюда засыпать. Это... Ну, другого выхода нет. Ничего страшного. Так, я запаковываю двух альбин, которым 6 месяцев. Давай ты пойдешь. Ты у меня с краю. Пойдем. И выберем, наверное, вот этого. Иди сюда. Пошли. Так. Сейчас сверху я буду ложить мох, чтобы он был мягче. Так. Если плохо видно, я извиняюсь, потому что мне неудобно вообще одной рукой работать, и другой держать камеру. Все подготовить заранее просто нереально и некогда. Дома тоже есть свои дела. Конец летних каникул. Надо ребенка готовить к школе. Чем мы днем с ним и занимались. Еще заказы у меня. Вот у меня мыло сейчас очень хорошо заказывают на 1 сентября. Кто на моем канале давно, тот уже мог видеть мои работы. Я делаю на заказ и торты, и эксклюзивное мыло, которое можно в качестве подарка заказывать или просто. То есть, кому интересно, можете посмотреть у меня на канале. У меня есть об этом видео. Я не только занимаюсь продажей улиток. Сейчас, как видите, я их уже не продаю, а я их отдаю, потому что надо к осени побыстрее мне закончить с отправками. Так, наверное, еще немножко положу. Я чувствую, что мха мне не хватит. Мне придется еще замачивать мох. А времени совсем нет. Так, один контейнер готов. Сейчас я его закрою и начну другую упаковывать. Я все-таки положила побольше мха, чтобы мне быть спокойной, чтобы улитки не разобьют свои ракушки. Потому что, когда коробка плотно набита, это уменьшает риски. Кстати, вот эти вот писки, которые вы сложите за стеной собачьей вой, это маленький щенок. Вот у нас сегодня появился. Мы не брали себе щенка, то есть, это не наш щенок. Он временно, пока мы не найдем ему хозяина. В конце видео я пришлю, точнее оставлю видео про этого щеночка, фотографии. Можете посмотреть. И если есть желающие приобрести маленького щенка, девочку, то вы можете приехать, если вы живете в Калужской области или рядышком. Мы будем очень рады. Мы ищем этому щеночку хозяина. Сегодня чисто случайно мы нашли его возле рынка. Он также жалобно пищал, вскулил. Он был совершенно один, брошенный. Сидел в кустах и боялся даже выйти. Но к людям он достаточно спокойно относится. Не боится. Ну, в общем, что я буду говорить. Сейчас я ему покажу. Егор, дай я ее покажу. Что ты ругаешься? Что ты ругаешься? Дай лапку. Дай. Дай лапку мне. Дай лапку. Ай, ты умница. Вот такая умница у нас. Вот такая умница у нас появилась. Да, вот очень любит играть, пищит, потому что я ее не беру с собой. Она меня прям сразу приняла, конечно, как хозяйку. И хочет играть со мной. И находиться со мной все время, каждый час. Ну, я не могу. Да, сладкая? Лапку даю. Да, да ты умница моя. Умница. Ты кушать пойдешь? Давай, мне некогда. У меня уже время 5 часов. Надо 4 посылки отправить. Еще надо мальчиков из садика забрать. Иди сюда. Иди. Иди вон покушать. Там у тебя корм есть. Пойдешь кушать? Пойдешь? Тут водичка у тебя. Вот такая вот очаровашка. Да. Так что, кто желает приобрести такую красивую девочку, пишите. Мы отдадим бесплатно. Просто ищем добрые руки, кто возьмет вот эту малышку. Очень хороший щенок. Не трусливый, не боязливый. Просто хочет общения, хочет играть. Хочет хорошего хозяина. У себя я оставить ее никак не могу. Потому что вырастет большая. Большое. Если у себя вырастет, то она для двора. А у меня нет такой возможности держать собаку во дворе. Дома я еще могу заводить каких-то животных, а во дворе нет. Да. Да. Вот так вот. Все. Я пошла заниматься отправкой. Егор, поиграй с ней, сыноль. А то она вон за мной опять бежит. Егорчик. Так, а я дальше занимаюсь отправкой. И что сегодня у меня еще? А, так, следующая. Следующая посылочка у меня. Так, так, так. Сейчас скажу. Так, к Ирине поедет Архангельская область. Ирина из Архангельской области заказала у нас одну улиточку. Ой, сабулин. Я еще сабулина не выставила сюда, не принесла сабулин. Что-то я вообще сегодня прям никак ничего не успеваю. Так, а улитку какую она заказала, Ирина? Ахатинов улика стандарт. Угу. Вот он, стандартик у нас один. Сейчас я буду упаковывать. Видите, как она пищит? Она вообще мне сегодня ничего не дает сделать. Из-за нее я сегодня ничего не успеваю. Потому что постоянно приходится успокаивать ее, собачку эту. Даже спать ее укладывала, потому что просто сидела с ней рядом. Вот, еще звонки. Сейчас, секунду. Пока я разговаривала со свекровью по телефону, я упаковала вот этого стандартика. Он вот здесь. Не знаю, наверное, не видно будет его. Вот, просто времени очень мало. Времени фактически нет, потому что уже, мне кажется, 5 часов. А я еще не до конца упаковала. В этом контейнере у меня сидят сабулинки. Я накрыла их просто сверху такой салфеткой, потому что вот они все тут. Если я их накрою мхом, их просто потом можно не найти. И в салфетке все-таки их проще найти. Поэтому я даже из контейнера их не стала доставать. Отправила ее именно в этом контейнере, в котором они у нее жили. Так, это следующая отправка. Это первая. Это вторая. Дальше у нас идет отправочка следующая. Это уже идет 43-я отправка. Для Ольги. Так, Вологодская область. И Оля заказала себе 4 пахатинов Улька Альбина. Вот этих вот больших. Раз, два, три, четыре. И поедут они вот в таком большом контейнере. На сколько литров тут он? Так, так, так. На 3 литра. Так. Куда я уже мог дело? А, вот он у меня на столе. Стараюсь как можно быстрее все это сделать. Ребят, пожалуйста, кто хочет приобрести щеночка, кому он приглянулся. Это девочка, кстати, если я не сказала. Девочка. Вот. Весит она 2,700. Мы ее взвешивали. По возрасту ей примерно месяц-полтора, но не больше. Мне кажется, даже месяц, потому что ведет она совсем себя, как малышка. Такая вот неуклюженькая. Видать, только недавно от мамы забрали. Вот. То, пожалуйста, пишите, звоните. Номер телефона я оставлю свой под видео, чтобы вы могли связаться со мной и заказать. То есть, кто хочет приобрести бесплатно такую милую собачку себе, я буду очень рада, если такой человек найдется. И я надеюсь, что мы найдем хозяина этой милой собачки. Я, конечно, бы сама бы ее оставила, если бы была такая возможность. У меня просто нет такой возможности на домашнюю собачку, на маленькую. Я бы еще согласилась. Но это, я не знаю, во-первых, порода еще. Не из-за того, что там она беспородная, я ее поэтому не возьму. Нет, просто я вижу по ней, что она вырастет достаточно такой крупной собачкой. Поэтому ей нужен именно вольер. Ну, или такие условия, где она могла бы выходить, там, часто на улицу гулять, еще куда-то. То есть, мы, конечно, ее тоже будем выгуливать, пока мы не найдем хозяина. Мы вот сегодня уже с ней гуляли на улице, водили ее на поводочке. Ну, мы ищем для нее хозяина. И если вам она приглянулась, то, пожалуйста, пишите, звоните. Будем очень рады, если у этой милой собачки найдется добрый хозяин. Так, четырех улиточек я упаковала. Что-то плохо отжала мох. Поэтому я его и не увлажняю контейнеры, потому что мох у меня достаточно влажный. Так. Вот, как всегда, мне не хватает мха, потому что сегодня у меня огромные контейнеры большие на 3 литра. И этот тоже большой. Короче, пойду я еще за мхом. Мне не хватает. И еще у меня один вот ждет отправочку. Время уже 15 минут 6. У меня просто, не знаю, начинают трястись руки. От того, что я тороплюсь, волнуюсь и не успеваю. Мне сейчас еще в садик за детишками надо по-быстрому успеть. Поэтому даже не знаю. Сложновато, когда много посылок. Когда 2, даже 3, это все-таки легче. Когда 4 и больше, вот у меня было самое многое, это 7 отправок. Но вот это было, конечно, сложновато. Я много времени потратила на то, чтобы подготовить все. Контейнеры, сделать вентиляцию, кальций или зернокальциевую смесь, мох. То есть все это достаточно много времени занимает. И сегодня вот тоже. Я начала ажно в 3 часа, пока составила список тех, кто оплатил пересылку и почтовые коробки. Те, кто заказал на отправочку. Некоторые, конечно, не обладают таким терпением. Я понимаю, потому что у меня еще даже не только взрослые, у меня и дети заказывают. Вот кто-то из подростков мне пишет, спрашивает, а вы будете видео снимать? А вы уже отправляете, а вы уже упаковали? То есть все эти вопросы немножко начинают уже напрягать, когда вот так каждый шаг у тебя фактически спрашивают. И уже пишут, что не отвлекай меня, пожалуйста, я как раз этим занимаюсь. То есть ты у меня не один, у меня не только твоя отправочка. У меня еще другие есть, и я стараюсь все это дело успеть. Конечно, видео я стараюсь снимать все. Я понимаю ваше желание, вы все хотите увидеть свою улиточку в день отправки. Как она выглядит, как она себя ведет. Это правильно. Но просто просьба у меня такая, чтобы вы тоже как-то входили в мое положение и понимали, что я одна, а желающих приобрести на данный момент много. То есть каждый день у меня, если не отправка по почте, так все равно люди по городу у меня приезжают, забирают улиточек. То есть достаточно сложновато, чтобы все это заранее подготовить. Помимо улиток у меня очень много других бытовых дел. У меня пять детей. И это, сами знаете, какая нагрузка, какая ответственность, когда надо и ими заниматься, и готовкой, и уборкой. Поэтому я прошу, чтобы вы тоже как-то это учитывали. Если я не отвечаю на сообщение, значит, просто на данный момент у меня нет пока времени на это. Вот. Последнего упаковываю. Действия я свои уже не диктую, потому что вы уже сами все наизусть знаете. Поэтому я уже просто запакую его так уже, без объяснений, и все. Видите, даже для самых маленьких эти контейнеры уже, ну вот впритык прям. Уже надо что-то искать побольше. Просто они в фикс-прайсе очень дешево стоят. В отличие от других контейнеров. Поэтому я беру их. Но уже даже самых маленьких улиточек уже сюда толком не упакуешь. Им уже здесь тесновато. Так вот. Все готово. Последнего упаковала. Теперь мне осталось, главное, вот сейчас не запутаться. И все это подписать. Значит, вот тут у меня Альбина сидит. Вот здесь у меня стандартик. А, ну да, стандарт у меня едет с сабулиными. Ну все, я уже не перепутаю. Сейчас мне главное это все упаковать вот в эти коробки. Подписать и ехать на почту. Дай лапу. Дай лапу. Дай лапу. Ай, малайзияц. Малайзияц. Ты такая девочка. Возьми себе корма. Дай лапу. Малайзияц. Малайзияц. Ну покорми. Дай лапу. Малайзияц. Малайзияц. Не бойся. Малайзияц. Малайзияц. на тебе вкусношку она пошла к тебе мне не хочется поймать дай лапу дай лапку дай лапку дай лапку дай что искал? дай лапку 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 Не хочет она кушать этот сухой короб собачий. Кушает вон картошку с мясом. Тушеную. Один бульончик накрасил. Может еще надо бульончик. Подпишись на мой канал и ставь лайк этому видео.